Всем привет! Сегодня мы поговорим о Турции. И тема довольно-таки сложная, я знаю, она не очень популярная на канале. Это такая узкий профиль, не очень интересная тема для всех. Но, честно скажу, для всех, кто, в принципе, находится в браке в других каких-то странах, и в России в том числе, в наших странах СНГ, это полезная информация вам, чтобы вы были в курсе. Это, к сожалению, эта информация собрана мною, скажем так, из практики, опыта моих клиенток. С которыми мы работаем по психологии. А я сразу скажу, что я не юрист. Вопросы юридические можно мне не задавать. Вопросы психологии, пожалуйста. Сегодня мы поговорим о том, как правильно, с нюансами определенными, подготовиться к разводу с турком в Турции, либо на территории вашей страны. Ваша задача в подготовке к разводу с турком, честно скажу сразу, собирать на него компромат. Если у вас есть что делить, имущество, бизнес, может быть, там, не знаю, какая-то состоятельная семья и так далее, вам есть что терять. Или терять детей, не только имущество, и вопросы опеки. Первое, что я вам обязательно посоветую, обратиться на консультацию. Их навалом онлайн в гугле. Погуглите на русском языке русскоязычный юрист или адвокат по вопросам развода или просто русскоязычный адвокат в Турции. Онлайн в скайпе выйти вообще проще парень на репы. То есть не надо никуда-то ехать, даже если в маленьком населенном пункте находится интернет, сейчас есть везде. Вы обязательно, но и главное правило обсудить это все юридически, по правам, по обязанностям, по возможностям, вашу ситуацию со специалистом и юристом. Просчитать из этого, из этой базы. Вы просчитаете ваши ходы отступления. Будьте готовы морально, в принципе, уже к этому. Что я могу потерять? Этот человек вам может подсказать пути отступления юридически, чтобы не потерять. Главное, у кого есть дети, не потерять своих детей. Как это делать? Потому что в турецком законодательстве очень много лазеек, нюансов, которых нет в России, например. По поводу подачи заявления на развод. Кто первым? Что нужны свидетели? Это все раньше-раньше рассказывали. Свидетельские какие-то показания. Если вы подаете по измене и так далее. Вот поэтому после юридической консультации, как говорится, месть подают холодной. К разводу в Турцию надо подходить с холодной головой, не эмоционально. Мужу своему о разводе заранее, в порывах гнева, отчаянии и так далее, не орать на каждом углу дома, что я с тобой разведусь. Вы тем самым ему закладываете сомнения в себе. Вот раз рот вы откроете, он уже будет держать это на карандаше всегда. Вы закладываете ему уже поле для деятельности, также обращаться к юристу, готовить отходные пути. Пока вы рот не открыли о разводе, вы в безопасности, юридически вы можете себя заранее подготовить. К этому просчитать, многоходовочки все проработать, свои отходные пути. Это ваш самый главный козырь. Не открывать рот о своем разводе, о намерении на это. Не угрожать этим, пожалуйста. Это главная глупость, которую женщины делают. Угрожают, кричат, могут потом до развода не дойти. Это, как правило, в трудных, абьюзных всяких отношениях происходит, непрактических, когда пугают, ругаются, но до конца не доводят. Но поверьте, если у вас такие тяжелые, абьюзные отношения, когда-то до развода, скорее всего, дойдет, пока вас там не забьют, но тогда уже к этому моменту вы столько уже наорали, что разводиться будете, мужик уже просто будет готов. И вы тогда потеряете все и детей, и, возможно, имущество. И вообще будете, блин, убегать, куда глаза глядят. Лишь бы вас там до конца не прибили. Поэтому холодно, скажем так, и не эмоционально все это делаем. Не угрожаем, а разводе рот не открываем. Вот когда вы, скажем так, понимаете, запуская этот механизм, вы должны понимать, что обратного пути уже не будет. Мириться с мужем вы не можете и не должны. Любое ваше отступление назад, это будет пять шагов назад потом, и поражение. Потому что вы дадите человеку подготовиться к этому. В следующий раз у вас, может быть, вы а-ля помиритесь, а вас потом просто опрокинут вообще, вы на полных нулях с этого развода выйдете. Поэтому максимально сохраняем инкогнитость, если так можно так сказать. После консультации юриста ваша задача – собирать компромат. Это смс-ки, угрозы, аудиозаписи, если возможно, лучше всего вообще видеозаписи. Желательно, чтобы у этих носителей, ну, телефон, что записываете, может, камера какая-то, автоэтот, запись голоса, что-то такое, да. Даты, время. Если у вас домашнее насилие, обязательно, ни в коем случае не промалчиваем. Не думаем, что меня толкнули об стену головой, ударили, это нормально, это было нечаянно, у меня ссадина. Вы все это фиксируете в медицинском пункте. У вас есть всегда, если даже в маленьком городе живете, живете по месту жительства терапевт, вы можете туда обратиться, вас отправят, дадут адрес, куда нужно. Никогда не бойтесь, без языка, типа, я не знаю язык, неважно. Здесь очень острая в стороне проблемы домашнего насилия. Турки очень помогающие, особенно женщины, если они такое видят. Это сейчас на пике острая тема домашнего насилия. Это в СМИ осуждается последние несколько месяцев, особенно после карантина, что тут началось. Поэтому, даже не зная языка, юридически никак не подкованные, боитесь контактировать с местными на ломаном английском, идете сдаваться в медпункт. Ваша задача зафиксировать. Это ваше алиби, ваше доказательство при разводе, чтобы у вас остались дети или остались деньги, чтобы муж вам платил, например, алименты потом. Пока вы это будете скрывать и замалчивать, вы ничего никогда не выиграете. Поэтому, если у вас физическое насилие, абьюз, или вас закрывают дома, не дают выйти, звоните в полицию и говорите, меня муж закрыл дома, это абьюз, он меня не выпускает, ограничена моя свобода, к вам выезжает, полиция избирает вас, скорее всего отдают в, как это называется по-английски. Ну, по-русски, в общем, центр помощи при домашнем насилии, что-то такое, вас туда могут перевезти. Ваша задача фиксировать любые доказательства насилия морального и физического. Это единственное, вообще, ваше доказательство будет чего-либо. И когда у вас на руках этот компромат, им тоже не угрожайте, потому что на вас начнут тоже собирать компромат, или он поменяет свое поведение на какое-то... Ну, обратно, поверьте, никогда человек, абьюзивший вас, ни обратно не вернется в нормальную позицию, скажем так, не обижать вас. Никогда забудьте, это все вранье. Так вот, когда вы скажете, у меня есть на тебя компроматик, вы на себя только еще хуже нагнетаете. У него появляется сомнение и страх уже. Страх, что его можно отдать под суд, потому что его посадят, если он вас сбил и так далее. Он в следующий раз вас будет бить больнее. А если он, знаете, разойдется в гневе и начнет пить, может, и убьет. Потому что у него будет страх наказания. Поэтому никогда перед ним не угрожайте, не открывайте рот о том, что у вас есть уже доказания, доказательства, они собраны, на него компроматик имеется. Ни в коем случае. Следующее, я вам советую вот эти доказательства, смс-ки, фотоскрины, угрозы, аудиозвонки, записи разговоров, видео. Отправьте, пожалуйста, левым лицам, вашим родственникам на родине, вашим подругам, кому-то, третьему лицу, у кого будет копия, на случай того, что с вами что-то, не дай бог, случится, или на случай того, что у вас, например, нет мозга, и вы ему рассказали, что у вас компроматик, чтобы вас не приболтали, не замаслили по-хорошему, и вы это сами все не удалили. Поняли? И вы себе в этой ситуации, кто в абьюзных именно отношениях, вы себе можете не доверять, вам, честно говорю, вы сами себя предадите. Потому что это абьюз уже в зависимой ситуации, вами управляют. Вам можно так поманипулировать, вы все это еще удалите, себе сами подножку подставите. И следующий момент, если у вас, ну, вообще никак ничего не получается, и очень не в терпеши все плохо, здесь, на месте, в Турции, мой совет это ехать к себе на родину, убегать. Если у вас у детей двойное гражданство есть российское, покупать в тайные билеты, просто собирать минимальный какой-то набор вещей и просто уезжать, улетать. Здесь один момент, это разрешение на выезд отца, чтобы в самолет, да, вас пустили в аэропорту. Ой, не знаю, смотрите, там это юридически, вот что раньше было, надо проконсультироваться, как это что сделать, можно есть, когда у нотариального разрешения на выезд вообще намного дается, на год, там, еще насколько, может, вы как-то заранее позаботитесь, такое разрешение возьмете. В общем, вам нужно бежать на родину к своим родным и близким. Почему? То, что я советую, это, может быть, отчасти неправильно, да, но если бы у вас именно угроза потерять своих детей, когда вы их вывезете в Россию, хуже будет в любом случае, что вы их там нелегально как-то вывезли, или по сухопутному на машине, например, что-то такое, не самолетом, у вас получается, что вы уже в своей стране, и у ребенка есть гражданство, он гражданин, например, России, или там, Украины, Беларуси, не важно, и уже страна, законодательство защищает его, как гражданина, в первую очередь, уже от своего отца, и никто не может приехать, его выкрасть и увезти уже куда-то, все. Но плюс еще вы, конечно, делаете запрет на выезд отцом, когда приезжаете, юридически это оформляете, чтобы он там не приближался к нему, начинаете, не мог его вывезти, чтобы у него не было вылета у ребенка, естественно, это ваша безопасность будет, чтобы страны его не вывезли, не выкрали никак, и начинаете бракоразводный процесс через МИД, через консульство, подаете просто запрос на развод через консульство, и это оповещение о разводе придет ему уже сюда, в Турцию, вашему супругу, то есть чтобы вы там, вас начинают разводить, скажем так, третья сторона государства. Это решается в первую очередь не... Почему, честно скажу, лучше так разводиться, если у вас есть угроза потерять ребенка, там, семью, там, вот эта вся история, то потому что вас уже государство защищает. А когда вы находитесь в такой позиции в Турции, пытаетесь разводиться, здесь за вами ничего нет. Скорее всего у вас нет заработка, нет финансовой подушки, которая бы вам, например, при суде смотрят не только, что это мама, как в России ребенка отдали, здесь смотрят на то, кто больше зарабатывает. Доказательства различные, вот эти, которые компроматики, я говорю, собирают на вас, оно тоже найдется, когда надо будет. Всяких фальшивых свидетелей могут привести, что вы там, не знаю, мужа бьете, детей бьете и тому подобное. Вам воевать здесь, на этой территории, по их законам, будет труднее. Больше рисков потерять своих детей. Поэтому уезжая, убегая, вы уже под защитой своей страны находитесь. Но сразу говорю, кто так поступает и делает, знайте, вам навсегда заказан путь в Турцию. Никогда, ни при каких обстоятельствах вы сюда, ни уже, в эту границу этой страны не пересекаете. Потому что ваш супруг или бывший супруг может подать тоже типа розыска на ребенка, и когда вы пересечете границу, вот берут. У меня была такая клиентка, я не знаю, честно скажу, может, вы сейчас посмотрите, но у меня... Вот я порой на людей смотрю, думаю, вот ни страха, ни логики, наверное, нет. Она тяжело, абьюзно разводилась, но она типичная жертва, это не проработано, что у нее. И она мне спрашивала, как я могу потом, наверное, через годик поеду в Турцию в гости? Как не в гости, а на отдых в отель? Ну вы, блин, серьезно? Такой путь преодолеваете, воюете ребенка, он так вам важен, да, отбиваете своего сына. А потом, я говорю, ну через годик ты, наверное, стоишь в отеле отдохнуть, что такого? Что такого? А потом она говорит, я говорю, я это все раскладываю, что так не получится. Уезжаешь, ты убегаешь, ты сжигаешь мосты, все. Она говорит, ну я тогда без ребенка. Я говорю, а вообще, другого места отдыха у вас нет? Потому что без ребенка вас в розыск, вас в тюрьму посадят. Вы украли человека, он тоже гражданин Турции здесь, вообще логика где-то, вот мозг работает у человека, у меня слов как бы нет, я с этим человеком перестала тогда работать. Ну это что такое? Столько трудов, тягости, для того, чтобы что? Чтобы что сделать, блин? Все, коту под смарку и сесть в тюрьму? То, что вы убегаете с гражданином страны, возите его, воруете ребенка, по сути говоря, своего, это законом, уголовным кодексом, наказуемым в Турции, как и в России, в принципе, тоже. Вас розыск здесь подадут. Так что, убегая, это вариант очень хороший, свалить отсюда, вот честно скажу. Если получится сделать, надо так делать. Но сюда знаешь, что никогда не вернетесь. Так что подводим итоги. Первое, обязательно консультация юриста. Второе, не рассказываем о своих намерениях, о том, что я хочу развестись. Третье, собираем компромат, доказательства, отправляем третьим лицам, для того, чтобы хранилось где-то на третьем каком-то сервере у кого-то еще доверенного лица, или своему юристу адвокату, если он у вас есть. Не говорим о том, что у меня есть компромат. Это все вываливается во время суда, во время развода, чтобы на вас параллельно компромат тоже не собирали, и ваш оппонент не был готов к этому. И пятое, если вообще все очень плохо, тяжело, большие риски потерять детей, например, то просто уезжайте из страны каким-либо образом и начинайте свой развод между государствами, даете запросы в имид своей страны, и вас разводят уже государства. Вы в безопасности, находясь в своей стране, чтобы у вас ребенка не отобрали. Вот так. Пишите ваши комментарии на эту тему, задавайте вопросы, может быть, кто-то это проходил, тема тяжелая, неоднозначная. Ну что же, это тоже нужно об этом знать. И полезна эта информация о том, как подготовиться к разводу для девушек и любых других стран в том числе. Пишите комментарии, считайте, что такие видео у меня на канале полезные, мне очень приятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту для записи на психологические консультации индивидуальные ко мне или для того, чтобы вы присылали свои истории для разбора на канале. Спасибо за внимание. Всем пока.